Яблочный Спас, также минуемый Преображением Господним, имеет глубокие корни в православной традиции. В истории праздника лежит библейское событие – преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда Он явил своим ученикам славу Божию. И этот праздник отнесен на осеннее время, на время созревания плодов и сбора урожая. Приносили начатки винограда. Виноград, как вы знаете, участвует в Евхаристии. То есть вино, которое получается из винограда, оно необходимое вещество, которое нужно для совершения служб. Это именно кровь Христова. Поэтому древние освящали этот момент приношения плодов. Но так как в России виноград созревает позже или вообще в некоторых властях его нету, поэтому освящают яблоки. На яблочный Спас принято обмениваться плодами и молиться. В день преображения Господня все верующие приходят в храм с утра к началу службы, участвуют на литургии, причащаются. А в конце литургии, как правило, выносится небольшой столик, на него складывают плоды. И священник читает молитву и освящает после литургии. Благодарение Господу за все дары, которые Он нам – и яблоки, и сливы, и все, что дается, и выращивается людьми. И освящение это еще больше как бы соединяет небесное и земное. И поэтому для нас очень полный праздник. И мы радостью этой готовы делиться со всеми. Яблочный Спас – это время, наполненное не только духовными размышлениями, но и народными приметами. Например, существует поверье, что если в этот день угостить родных и друзей яблоками, то весь год будет удачным и счастливым. Августина Охременко, Валерий Майоров, События.